Обходя глубокие лужи, Джек Рассел вместе с хозяйкой преодолевают путь до подъезда, словно полосу препятствий. Виной всему растаявший снег, превратившийся в грязную жижу. Пришла домой вся мокрая, все сапоги, это при том, что по снегу практически не ходил. А что будет дальше? Вот выходные прошли, уже сегодня вторник, никто ничего не чистит. И такое в большинстве дворов. Сугробы, которые оставил после себя циклон Катарина, коммунальщики начали убирать еще на прошлой неделе. За сутки вывозят до 8 тысяч кубов снега. Это 266 камазов, но все равно не успевают. Если центральные улицы уже убрали, то междворовые проезды еще только предстоит почистить. Пройти здесь очень сложно и выйти, что называется, сухой из такой лужи фактически не получается. Убрать все и быстро такое требование предъявляют жильцы, управляющим компаниям и ТСЖ. Но есть одно но. Не все идут навстречу. То, что частный автотранспорт тормозит вывоз снега, это коммунальщики называют проблемой номер один. Вот объявления висят у нас, ложим на машины, чтобы с вечера уже, чтобы все было убрано. Но машины не убираются. Поэтому чистка, затягиваясь. Чтобы держать ситуацию на контроле, в рейд с группой проверяющих выходит глава окружной столицы. Жалобы в соцсетях подсказали самые проблемные адреса. Вот сейчас заехали в один из дворов. Как раз были жалобы от жителей о том, что снег не убирается. Но видим, что действительно так. Здесь зона ответственности как и муниципалитета, и управляющих компаний. Навести порядок необходимо как можно скорее, говорят чиновники. Ведь по прогнозам синоптиков, на смену теплу идет похолодание. И если медлить, есть шанс, что все это превратится в большой каток. Начнется постепенное понижение температуры. Понизится до минус 8-13 градусов. И днем уже будут отрицательные значения. Холодный циклон на Ямал зайдет уже в четверг. И вновь принесет осадки, метель и сильный ветер. И даже это будет не последний снег весны 2022. Вера Дронзикова, Дмитрий Нагибин, Валентин Хатанзеев. Время Ямала. Салихард.